САБИ-САБИ Вчера мы приехали так поздно, что я не приготовил ужин. Трапеза из пяти блюд от Джеки Кэмерон была просто несравненна. Вкус, текстура, комбинации, ароматы, все элементы блюд были несравненны. Все, что попало на тарелку, было безукоризненно. Я очень рад возможности провести ближайшие дни на кухне Джеки Кэмерон. Будет здорово. Если я сейчас что-нибудь поймаю, этот день будет для меня самым прекрасным. Меня зовут Джастин Банелла. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю бойки и пароваркой, а костер – духовкой. Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю, я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. Кавазулу Натал, Дурбан. День первый. Хартфорд Хаус. Сегодня твой первый день, и мы сразу бросим тебя на глубину. Джеки Кэмерон, главный шеф-повар. У нас сложное меню для ужина. Оно включает пять блюд, которые меняются каждый вечер. За время своего пребывания ты сможешь увидеть несколько блюд и комбинаций. Большую часть компонентов мы подготавливаем днем. У нас все очень организованно. Все подготавливается днем, а вечером мы лишь собираем блюда в единое целое. Чудно. Пойдем на кухню. Конечно, идем. Вот отдел десертов. Это Айртон, наш кондитер. Айртон рад знакомству. А это Диби, а наш шеф-повар, отвечающий за завтраки. Приятно познакомиться. У нас небольшая кухня. За поваром не закреплено конкретной работы. Все помогают. Эту систему называют 911. Все участвуют. Да, так оно и есть. А это Алейн, мой суши. Как я могла о тебе забыть. А с этой стороны Нтомби. Она отвечает за посуду. Привет, Нтомби. Рад знакомству. Это проход к холодильнику. Вы берете 99% местной органической продукции? Да. Мы используем около 90. Более 90% местной продукции. Может, хочешь посмотреть сад с травами? Конечно. Но сейчас у нас межсезонье. Да, конечно. Плосколистная петрушка, шпинат, чили, тайский базилик, базилик душистый. Шалфей. Шалфей. Прекрасно, Мэм. Я завидую. У вас прекрасная кухня. Зачастую у людей нет таких возможностей. Большинство из них я называю казино. Там всегда сумерки. Мне кажется, это одна из главных причин, по которой я так долго работаю в Хартфорде. Здесь свежий воздух, здесь я наслаждаюсь повседневной жизнью. Я не сижу в подземелье. Хочешь, мы посмотрим меню? Да. Сейчас здесь не так многолюдно. Это дает нам возможность пробовать новые блюда. Сегодня вечером у нас в меню суп из топинамбура. Это наше первое блюдо. Топинамбур – съедобный корнеплод. Его называют артишоком, но он на него не похож. Самое вкусное находится прямо под кожицей, так что когда будешь чистить, не снимай много. Мы в Хартфорде часто смешиваем горячие и холодные компоненты. У нас сервируют мороженое с копченым лососем. Это очень холодная комбинация, поэтому я буду пить салон и айс-крем. Бужья, как кролик-тампер. Хорошо. Мы берем крутоны с травами для текстуры. Берем тот прекрасный шалфей и подсушиваем до хруста. Позднее сюда добавится вкус топинамбура. Перейдем ко второй закуске. Мы обжарим в масле креветки. В дополнение к креветкам икра и трюфелевая пена. Затем перепела. Перепела с тмином и салат из лута и тыквы. Паста тахини и свежая кинза. Главное блюдо – жареный говяжий филей со свежим хреном. Итак, приступим. Начнем с супа из топинамбура. Все очень просто. Итак, нужен лук, картофель и масло. Это надо карамелизовать. Сейчас я часто вижу, что люди так спешат, что недостаточно долго готовят продукты. Они мало жарят лук. Он должен стать золотистым, а его аромат разлится по всей кухне. Мы не спешим и делаем все как надо. Это все. Я буду следовать рецепту. Рецепту. Давай. Спасибо. Приготовлено в Африке. Это необыкновенная кухня. Я приехал сюда после работы в 11 ресторанах. Это значит, умений у меня достаточно. Но что забавно, я опять начинаю с резки лука и чистки картофеля. Если бы ты не умел месить тесто или резать лук, шеф-повара нервничали бы. Я бы вернулся на мойку. Хорошо, а вот здесь мы готовим мороженое к супу из топинамбура. Все наши мороженое и сорбеты делаются здесь. Они идут даже в супы? Да, во все. Блестяще. Кладем мороженое вот сюда. Добавляем копченый лосось. Надо просто... Ты хочешь смешать вкусы? Нарезаем лосося. Так больше площадь поверхности. Затем возьми желтки, тщательно взбей. Должна получиться красивая светлая пена. Затем мы добавим сахарную пудру, выложим смесь сюда, а потом в машину для изготовления мороженого. Я уйду с этой кухни таким. Класс. Знаете, что приятно? Мне сразу доверили ответственное дело. Хорошо. Оставь, чтобы карамелизовалось, а потом добавь это. Да, мне надо его почистить. Спасибо. И здесь 1,8 килограмма. Большое спасибо. О, нет. Я не слишком силен в математике. Мое первое впечатление. Когда дело касается еды, Джеки как ребенок в конфетной лавке. Ее кулинарное путешествие началось с предков. Деда Джеки был мясником. Когда ей было 6 лет, он вместе с матерью научил Джеки готовить белый соус и печь караги. Эта женщина любит еду во всех аспектах. Не хочу ее подводить. На кухне все слегка хаотично, но под хорошим руководством. Думаю, здесь мне будет приятен каждый момент. Чтобы его почистить, нужны века. Как видите, хорошо подрумянился. Так. А сейчас? Пусть варится, пока не приготовится кампинамбур. Пока не станет мягким? Да, совсем мягким. Готов к следующему заданию. Сейчас тебе нужно закончить супом. Мороженое мы приготовили, остались крутоны с травами и шалфей. Как у тебя с точностью? Я, кажется, сейчас тут вспыхнет ссора. Что за поза? Расставлю ноги. Я слишком высок для вашей кухни. А, ерунда. А теперь трава из сада? Да, трава из сада. Шалфей. Сколько его нужно? Если брать лишь верхнюю часть... Да. ...то по три побега на тарелку. А сколько тарелок? Тридцать. Тридцать. Девяносто. Пятьдесят одна. Пятьдесят две. Пятьдесят три. Пятьдесят четыре. Эта кухня замечательная. Мне понравилось то, что на меня сразу возложили ответственность. Меня больше всего разочаровывает, когда приходится ждать в стороне. Ладно, думаю, хватит. Вернусь внутрь. Элийн, возьми заказ, посмотри. Тимьян. Надо больше? Три на тарелку. Три? Три таких побега на тарелку? Да, они довольно сильно жарятся. Я сказала девяносто. Рассчитываю, что ты их сосчитаешь. Я ждал, что сейчас получу полотенцем. Мне надо посмотреть крутоны. Так, еще немного. Хорошо, ставим обратно. Я уже чувствую сильный аромат тимьяна. Да. Сорок. Я глупо себя чувствую, считая цветы. Кто бы подумал. Да. Вот так. Уже 50. Здесь точно уже кто-то был. Посмотрю на крутоны. Чуть не опоздал. Ты знаешь, много домашних хитростей. Как говорится, необходимость – мать изобретений. И у тебя это есть. Я его сполосну. Кладем прямо в масло? Да, но будь осторожна, они там оживают. Хочешь посмотреть на мороженое? В конце все быстро соберем, да? Изысканно. Копченый лосось? Копченый лосось и мороженое. Это вкусно. Ставим в холодильник или куда? Сюда. Тоже? Да. Хорошо, с этим все. Измельчить блендером? Да. Приятно работать на кухне, где я отвечаю за блюда с начала и до конца. За исключением мороженого с лососем. Сочетание супа с мороженым говорит о том, что оно может быть не сладким. Думаю, мороженое с лососем и суп из топинамбура будет вкусно. Не терпится сервировать и попробовать. Что дальше? Судя по твоей улыбке. Это все тебе. А я-то думал, почему креветки стоят тут безо всякого внимания. Они ждали тебя. Ну да. Отлично смотришься в своем жакете. Большое спасибо. В чем разница между белым и черным жакетом? Белый днем, черный вечером. Зачем? Черный красивее. На кухне можно испачкаться, а мне потом приходится выходить к гостям. Они не заметят грязь? Да, нет, просто лучше смотрится. Сейчас мы приготовим сливочный масляный соус. Класс. Высший класс. Последнее. Осталось промыть. Прекрасно. Это значит, я закончил? Закончил. Для тебя пока других дел нет. Ну, подведем итог. Первым. Раз, два, три, четыре, пять. Шести часам на кухне. Было здорово. Джеки создает вокруг себя особое настроение. Она веселая, живая, знает свое дело. Однако этим знанием она обязана не только образованию. Это идет от матери, бабушки и даже покойного дедушки-мясника. Это потрясающе. Именно там начинается ее кулинарное путешествие. Многие блюда, которые мы видим сегодня, объединяют в себе домашние истины и профессиональную подготовку. Я доволен, как легендарная свинья. Приготовлено в Африке. Шесть вечера. Это мое первое вечернее обслуживание в Хартфорд-хаус с Джеки. И я готов. Так. Итак. Твой суп. Ты будешь сервировать суп. Пытаешься меня успокоить? Да, стараюсь успокоить. Крутоны готовы. Шалфей. Мороженое проверили, оно замерзло. Суп надо просто налить в тарелку. Ясно. На кухне уже чувствуется совсем иная атмосфера. Сейчас плоды целого дня работы объединятся в пяти блюдах. Я внес небольшой вклад в подготовку, сварив суп. Но сейчас вы увидите закуски, главное блюдо, десерт. Все сходится воедино. Могу пообещать одно. Это будет красиво. Могу пообещать. Начни с этого края, так будет удобнее. Ризотто, шнит-лук, икра, спаржа. Элейн, ты кладешь крем с фуагра и трюфелевую пену? Три есть, осталось два. Представляю, как толпа аплодирует и неистовствует. Думаю, это все. Это одна лишняя? Молодец. Это было классно. Большое спасибо за помощь. Послушай, я только пришел. Ты чему-то научился? Это был прекрасный день. Хорошо, я рада. Я по-прежнему улыбаюсь. Я не чувствую, что отработал на кухне с восьми утра. С нетерпением жду чего-то большего завтра. День второй Хартфорд-хаус. Это второй день в Хартфорд-хаус с Джеки Кэмерон. Сегодня меня ждет совершенно новое меню. Не терпится узнать, что принесет этот день. Ты готов? Готов готовить. Мы начнем с супа. Затем я хочу, чтобы ты приготовил блюдо из копченого лосося и занялся остальными закусками. Ладно. Все. С чего начать? Томаты в холодильнике. Томатный суп с кокосовым сорбетом. Сколько томатов? Сейчас я дам тебе рецепт. Точный рецепт. Да, сегодня я возьму три с четвертью томата. Вы только полюбуйтесь. Да, это мне. Посмотрите, как активно использовали. Я хочу стащить книгу. Нет, никак нельзя. Да ладно, пожертвуй. Я дам тебе одну из своих книг, а ты мне свою. Ну же. Вот о чем я говорила. У нас есть книги номер один, два, три, четыре. Я будто открыл кулинарную библию. Прекрасно. Ты держишь плоды семи с половиной лет работы. Здесь можно найти рецепт Корин, моего первого су-шефа. Она работала со мной два года. Это ее почерк. Листаем дальше. Это Фанни. Сначала он был моим стажером, потом стал су-шефом в кондитерском отделе. Это книга воспоминаний. Да. Это прекрасно. Вернемся к рецепту. 1625 граммов томатов, 25 граммов сушеных томатов. Брать столько, сколько написано. Нет, думаю, бери в тройном объеме. Ладно. Ладно. Мне кажется, что сегодня на кухне более деловая атмосфера. И это хорошо. Думаю, вчера Джеки поняла, на что я способен. Она даже... Послушайте, она не останавливалась, чтобы меня проверить. Оставила совсем одного. Это классно. Мне нравится. Джеки, поставите обратно на газ. Можешь разогреть вечером. Ладно, готова к вечеру. Хочешь, я сейчас займусь лососем? О, да, копченый лосось. Это копченый лосось. У нас есть формочки вот такого размера. Возьми их, пищевую пленку и четыре пачки несоленого масла. Нам нужно топленое масло. Затем берем масляный фильтр и прикрепляем к ситу. Наливаем то, что осталось, и есть топленое масло. Обычно в это блюдо кладут желатин, здесь его нет. А зачем топленое масло? Оно застынет. Прекрасно. У нас есть вот такая формочка. Сейчас мы... Смажем маслом? Да. Будем выкладывать слой за слоем. Так. Много масла не нужно, достаточно тонкого слоя, чтобы соединить слои. Постоянно прижимаем. Нам надо, чтобы слои были плотными. Вот что мы сделаем, когда придем сюда в 6 часов. Достанем из холодильника и оставим при комнатной температуре. Вечером завернем копченого лосося в море, добавим уксус из белого или рисового вина и завернем. Он должен быть и снаружи. Потом мы это нарежем. Класс. Думаю, главное, чему я научился, это подготовка. Это действительно важно? Делаем все, что можно, а потом спокойное плавание. Если все готово, волноваться не о чем. Подготовленный повар – умный повар. Превосходно. Сейчас я приберусь. Мы с тобой встречаемся в 6. Ладно. Отлично. Приготовлено в Африке. Это мой последний вечер на кухне у Джеки. Меня ждет новое меню из пяти блюд. Мы готовили его весь день. Не терпится посмотреть, что получится в результате во время обслуживания. Да, вот она. Я здесь всего несколько дней, но ты помогла мне почувствовать себя как дома. У моих ножей есть дом. Следующий этап. Посмотрите. Лосось в формочке домашнего приготовления. Я бы до такого и за миллион лет не додумался. Подготовка закончена. Здесь так спокойно, будто нет повода для волнения. У меня хорошая команда. Этим все определяется. Я это подразумевал. Удачи. Когда Джеки выходит в зал, чтобы представить сегодняшнее меню, я вижу ее кипучую энергию. Но сам предпочитаю оставаться здесь. Сейчас мы начнем действовать. Так, начали. Одно есть? Нереально. Ты видела, чтобы я такое делал? Не надо писать. Надо давить. О, привет. Самое аппетитное блюдо с лососем из всех, что я видел. Каково это быть гением? Киви, сыр, печень и лук. Свежая мята? Мята. Много всего, но вкусно. Сладость тыквы против красного вина. Легкая кислота создает фон. Хрустящий картофель, спагетти и лесной орех. Твоя кухня меня потрясла. Это мой десерт. Есть еще? Я словно Оливер Твист. Пожалуйста, сэр, можно еще? У меня нет слов. Я провел на кухне Джеки всего два дня. Да, здесь серьезно готовятся и делают все как следует. А вечером сервируют гостям бесподобные блюда. Это и есть самое главное. Еда. Роскошная еда. Это мое самое любимое время суток. Восход. Весь мир оживает. А сегодняшний день еще лучше. Джеки взяла выходной. Она появится вечером. И мы устроим брай. А значит, сегодня я могу спокойно гулять по ферме и смотреть, как все оживает. Как мне подвести итог последним дням в Хартфорд Хаус? Я думаю, когда дело касается еды и увлеченности, это ключ к успеху. Можно обладать лучшими в мире навыками. Но если еда оставляет вас равнодушным, ничего не выйдет. Джеки Кэмерон сидит у меня за спиной. У нее есть эта страсть. Она пекла и готовила с 6-7 лет. Это увлечение она пронесла через всю жизнь. Кулинария единственная, чем она хочет заниматься. Это вдохновило меня добиваться большего. Ничего, что мое кулинарное путешествие близится к концу, я чувствую, что в каком-то смысле мой путь только начинается. Думаю, сегодня я усвоил именно это. Моё путешествие по-прежнему только начинается. А сейчас я сделаю то, что делают все повара в свои выходные. Мы пьем и отдыхаем, а готовит для нас кто-то другой. Ведущий Джастин Банелло, продюсер Келвин Хейворд. Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа.